Мира и счастья вашим домам, дорогие друзья! Мы продолжаем курс прямых эфиров, посвященным домашним средствам Айурведы. Ну, то есть, на самом деле, это не то, что вот именно конкретно они средства Айурведы, они средства для кулинарии, для нашей кухни, они средства для каких-то косметических целей, они также вот средства для здоровья. Есть такие уникальные растения, которые вот на территории Украины не растут, к сожалению, но вот это не значит, что мы их не должны использовать. И эта сегодняшняя героиня Асапетида, она растет не в Индии, она растет в Пакистане, в Иране и в Афганистане. И вот в этих странах она собирается из такого вот, такого просто футуристического растения, вот такой где-то высоты, из семейства зонтичных. Вот называется она фирула Асапетида, или фирула вонючая еще. И вот там раскапываются корни, они надрезаются, и начинает выступать смола. И вот эту смолу вот начинает сыграть. Вот так, чтобы растение не уничтожить, чтобы оно могло дать и в следующем сезоне сбора какой-то смолу, с одного растения можно собрать порядка килограмма смолы. Но смола Асапетида это не вот такой даже порошок, как продаем его мы, это действительно такая смола, знаете, как вот такой, как вот похоже, похоже вот, например, на ладан, похоже на какой-то такой каниколь, вот такая смола, вот очень вонючая, очень, знаете, вот даже французы называют, вот как помет дьявола, вот так, немного, не меньше. Но на самом деле еще до этого названия во многих трудах, особенно в арабских, так как оно же растет вот на этой территории, а также и Гиппократа, ну и, понятно, Алицены, то есть описано это растение именно и вот с его удивительные целебные свойства. Понимаете, просто надо знать эти средства, потому что часто люди пользуются какими-то синтетическими, химическими аналогами, которые имеют там порой противопоказаний и предостережений больше, чем пользы, вот. А в то же время есть натуральные средства, которые можно купить в любом магазине. Не обязательно, вот, вы можете сами выбрать, но лучше покупать в проверенных местах, потому что, я скажу, как человек, бывавший в Индии, то есть цена за асофетиду, она может колебаться там в пять, а то и больше раз, понимаете, и вот вопрос, какого качества это асофетида, то есть насколько ее уже разбавили рисовой мукой, это в экологическом таком виде, потому что вот в той смоле, которая, она есть изначально, ее просто, ну, она очень воняет вообще, ее там надо закручивать, может, не в одну баночку, а она просто вот очень активная, вообще одно из качеств асофетиды, она активная, то есть вот есть текст, где вот описывается каждое растение в аэрведе, то есть что такое аэрведа, это просто описание всех, вот, всего, начиная там от соль и любой специи, куркумы, там, пожитника, то есть все описано, какими оно качествами обладает, и как эти качества использовать для себя, то есть понять, что тебе именно этого не хватает, и вот тебе это надо. И тут вот, какое основное качество, это согревающее, то есть природа асофетиды горячее, то есть вот это одно славополагающее, и то есть если вам не хватает в этой жизни огня, то есть если у вас конституция, или склонна к худобизнению какой-то, или к полноте, то это ваше растение. То есть, но людям, которые склонны к каким-то воспалительным заболеваниям, то есть надо осторожнее, то есть потому что это растение, вот, если вот не выдержать норму, то оно очень повышает пито-дошу, то есть вот повышает этот огонь. Но благодаря этому огню, вот кому этого огня не хватает, именно пища начинает очень хорошо перевариваться. И это одно из лучших средств при метеоризме. Вот люди, которые мучаются этой проблемой, кушают какую-то химию, которые маскируют это все лучше 3 раза в день, на конце чайной ложечки асофетиды, и вот, и все будет хорошо. То есть это одно из лучших средств, например, для того, чтобы убрать из продуктов вот эта склонность к газообразованию. Это вообще в состав всех наборов специй, каких-то сборов, масал. По-любому содержится асофетиды для бобовых, вот, потому что бобовые сами по себе, они, как бы, холодные и тяжелые, и вот этой природой нужно помочь, вот, переварить. И вот, чтобы не было никакого газообразования. Взял, чтобы не забыть. Такой листик, вот, против листов, то есть кремикни, то есть она изгибляет любые микроорганизмы. То есть там, я думаю, как и на вирусы, так и на бактерии, так и вот на все эти, и на анебы. То есть в многих культурах, а древних, там, в тибетской медицине она используется как листогонная, ну, по всему миру, в Малайзии используется, в Китае она используется как листогонная. То есть это одно из самых сильных растений, которое вот, с вот этим наличием эфирных масел, невероятным, оно просто вот одурманывает этих микроорганизмов, и они покидают. Что вот, это одно из, я буду сначала в главных качествах, лучших средств, как спазмолитические. То есть любые спазмы, где бы они ни были, то есть начиная от мочеполовой сферы, то есть вот, например, это средство рекомендуется, когда болезненные месячные, там, это средство рекомендуется, когда вообще вот какие-то вот боли, которые вот в нижней части живота, то рекомендуют его развести с маслом ГИ, топленым маслом, там, один к одному, и вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот намазывать и снимать спазмы. То есть спазмы, где бы они ни находились, в голове, то есть или в кишечнике, то есть это лучшее средство против спазма. То есть вот в этих главных качествах, то, что у нас спазмолитическое, это входит в одну из тройку основных определяющих качество этому растению, чудесному средству. Я сказал про пищеварение, значит, по поводу простуд, то есть вот сейчас оно не просто вот вкусно, полезно, вот, например, летом даже надо осторожнее, даже для всех дождь, вот, может, три раза в день это даже много будет, хватит и одного раза. А вот сейчас, вот в такое зимнее время, даже вот людям с питой, можно раз в день куда-то добавлять асофетиду, и она будет вот так действовать, как и источник каких-то витаминов, микроэлементов, которые вот в этих жирах и смолах растворены, как и просто улучшающие, и согревающие, улучшающие пищеварение, и согревающие вот весь, весь организм. Потому что тепло, источник жизни, как говорит мой папа, вот. Что вот хорошо, например, при каких-то ушных болях, то есть берется ватка, она обматывается вот с этим порошочком, и вот просто засовывается в ухо. Также, если какая-то проблема в носу, то есть вот тоже используется с аппетином. Я сказал, значит, она очень лучше всего, она подходит вате, которая сама по себе сухая, холодная. И асофетиду, так как она, помимо того, что она горячая, она еще маслянистая. То есть она будет вот, людей худых, она будет как раз не просто будет согревать, она их будет и смазывать. То есть будет смазывать вот их суставы, потому что они склонны к болезням сухости, понятно. И это будет вот определенным природным, натуральным антидотом. Вот за что люблю аэрюведу, потому что вот за ее природность, естественность и экологичность. Потому что вот все, все вот здесь, когда эти рецепты все придумывали, то аэрюведические, то есть не было химических заводов, все было вот с натуральной, с подручных средств, которые вот приготовились. Какое действие еще на кишечник, оно слабит. То есть люди, которые вот имеют непостоянный стул, очень трудно быть здоровым, если не было проблемы со стулом, если человек не ходит хотя бы один раз в день в туалет, то есть это есть уже какая-то определенная проблема. То есть некоторые люди говорят, ну вот у меня так все переваривается, хорошо, нет, это, нет, все равно в пище содержатся эти волокна, которые не перевариваются, они должны выводиться. И много-много разной гадости вместе с ними. Вот. То очень хорошо тоже асапетида, вот у людей, которые к этому склонны, оно будет помогать. То есть реально у меня есть друг, который вот сейчас достаточно, ее вот используют очень успешно. Также это за своей горячей природой, оно еще действует достаточно успокаивающе на человека. Ну, мне сначала казалось, ну, как наоборот, оно поднимает питу, но и в то же время успокаивающе. Ну, вот такой вот парадокс в этом растении есть. И за счет вот горячего свойства, оно вот хорошо для сосудов. То есть вот так, как оно горячее, оно как бы растапливает, оно растапливает токсины. Это одно из лучших средств для тех, кто вот сейчас какой-то, или вот в весенний период будет проходить какие-то чистки, то есть добавить в пищу, там, в каши, вообще во все продукты, в асапетиду. И она будет вот помогать выводить, сжигать эти токсины, просто вот растворять их до такого состояния, чтобы они могли элиминироваться. Ну, вот одно из названий асапетиды даже вот было в Греции как пища богов. То есть его использовали даже, когда были эпидемии, то есть хитрые, богатые люди, это было очень дорогое асапетиды, вы понимаете? И кто мог себе позволить кусок асапетиды там или на какой-то веревочке повесить на шею, те вот спаслись от всевозможных эпидемий. Ну, нам, слава Богу, это не грозит. Еще какое средство? Оно очень стимулирует умственную деятельность, то есть оно улучшает память, вот оно улучшает вдохновение. Вот знаете, вот такое, то есть растение, оно вот такого запаха, как чеснок, и вот некоторые сравнивают с чесноком. И действительно, по каким-то, по воздействию, по своему горячему, согревающему воздействию, они почему-то похожи. Но если чеснок, он больше вот таких низких энергий, то есть он будет вот на какие-то такие, вот может быть, даже агрессивные какие-то поступки стимулировать, то асапетид, она наоборот, она как бы такая просветляющая, такая пряность, и которая будет хорошо именно вообще вот просто для всего, для всего, для работы всего, нервной системы всего организма. Так что, есть много исследований, можно кто владеет английским, набрать, асапетид показала свои, там тоже именно сильные, сильное воздействие на больных онкологией. Вот, и, конечно, лечить онкологию асапетиды, это безумие было бы, но кто проходит какое-то другое лечение, то порекомендуйте им асапетиду. То есть там есть пяток трудов, я сталкивался, которые вот посвящены, вот как асапетида и рак. Понимаете, вот в чем уникальность растений, многие растения, как-то вот можно сказать, больше подходят мужчинам, это больше женское растение, ну вот, а вот это оно благоприятно как и для мужчины, так и для женщин, то есть, вот этим укрепляющим мочеполовую систему мужчины качеством, и также вот это укрепляет и женскую мочеполовую систему. И, например, одна из первых, в южных районах Индии, одна из первых приемов еды, которая должна вот рженица принять, туда вот добавляли асапетиду, для того, чтобы и укрепить, и как бы обезопасить от всевозможных там микроорганизмов. То есть вот, вот такая замечательная асапетида, друзья. И стоит она совсем небольших денег. Если вот вы себе заведете такую на кухне, то сможете решить какие-то вопросы себе и как со здоровьем, так и с приятным вкусом. Потому что, когда ее чуть-чуть, она дает вот такой очень тонкий, такой гурманистый аромат и необычайный вкус. До встречи, друзья! Будем дальше знакомить вас с аюрведой. простой и доступной. Будьте здоровы!